Заработать на интернет покупках в Китае очень просто. Кэшбэк сервис Letyshops.ru, более 740 интернет магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня у нас в гостях посылочка, внутри которой находится настоящий внедорожник среди мобильных устройств из Поднебесной, а именно смартфон от компании Vifone, модель М3. Посылочка до Краснодарского края шла около 20 дней. Ну что ж, больше ничего пока что сказать не могу, так что приступаем к вскрытию. Погнали! Опа, все, готово. Больше ничего в посылке нет. И у нас тут, собственно говоря, нож нам тоже больше не нужен. Вот так выглядит коробочка. Вот у нас на лицевой стороне большая буква В и написано внизу фон. По бокам коробки ничего нет, какой-то QR-код присутствует. А нет, вот у нас на задней стороне технические характеристики имеются. Процессор MTK6735, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт встроенный накопитель, Android версии 5.1, габариты устройства, дисплей 5 дюймов, HD матрица, GPS, камера передняя 5 и задняя 13. Ну и список поддерживаемых частот. Кстати, есть 4G, но на задней стороне вот тут ничего нет. Итак, момент истины, вуаля. Вот он смартфончик. Я уже вижу, он как апельсин весь светится, оранжевый, что-то выпало. Где дверь под сим-карту? Ребята, тут нет двери под сим-карту. Где она? Так, что у нас дальше идет? Я думал, это защитная... Да, это защитная пленка, кстати, вот она, не использована. Это дополнительная у нас идет. Далее у нас вот что-то, какой-то чехол-конверт под кожу сделанный. Там еще бумажка. Или нет? Или да? Да, это у нас мультитул, так сказать, для выживания в дикой природе. Нож почти острый. Почти острый, как мой. Те, кто знают, знают, о чем речь идет. Далее у нас тут есть сантиметр. Открывашки, всякие пила даже есть. Ну, собственно говоря, обзор данной штуки я уже сейчас сделал. Так, далее у нас гарнитурка. Да, это гарнитура. Прием вызова. Регулировки громкости я на ней не вижу. Внутриканальные наушники. Ну, я думаю, в принципе, такого среднего качества. Далее у нас идет USB кабель и USB кабель. Два USB кабеля. Не знаю, всем ли так повезет, но мне, во всяком случае, повезло. У меня тут целых два USB кабеля. Ключ. Дверь, которая потерялась. Вот она. Далее у нас зарядное устройство на 1 А. Ну, и руководство пользователя. Есть ли тут русский язык? Ищем. Пока что вижу только английский. Ну, к сожалению, при беглом осмотре руководства пользователя русский язык не был найден. Так что в сторонку. Ну и все. Больше ничего в этой коробке нет. Ну и давайте-ка мы, дорогие друзья, сейчас все это дело соберем и запустим. Но перед этим мы познакомимся с внешним видом нашего красавца-смартфончика. Погнали! На лицевой стороне смартфона расположился глазок фронтальной камеры, разговорный динамик, датчики и элементы управления. Также снизу располагается микрофон. На правой стороне кнопка включения и дополнительная кнопочка для спуска затвора камеры. На левой стороне качелька регулировки громкости. Сверху две заглушки, под одной из которых находится USB разъем, под второй разъем 3,5 мм для подключения стерео гарнитуры. Снизу ничего нет. На задней стороне расположился дополнительный микрофон для шумоподавления, вспышка, глазок основной 13-мегапиксельной камеры и дополнительный слот, внутри которого расположились два слота под сим-карты и один слот под карточку памяти. Также там можно найти небольшой тумблер включения и выключения батареи. Ну и разумеется, в самой нижней части смартфона располагается основной динамик. Ну что ж, мои дорогие друзья, сейчас я поставлю сим-карты в данный смартфончик и, наверное, будем запускаться. Плюс вот эту дверь прикрутим, потому что она не просто ставится, она еще и прикручивается. Надеюсь, все это будет надежно. Обязательно его утоплю, проверю, пропускает ли влагу или нет. Ну что ж. А, да, точно, сим-карты. Люк захлопнулся и мы приступаем непосредственно к интерфейсу нашего подопытного. Вифон М3 из коробки управляется под операционной системой Android версии 5.1. Да, система далеко не новая, однако вполне стабильная. Ничего негативного про нее сказать я не могу и, пожалуй, ее не самая актуальная свежесть и является единственным недостатком. Поддержка обновлений по воздуху присутствует, однако мне за несколько дней тестирования устройства ничего не прилетало, так что зарекаться я не буду. В целом смартфон не самый шустрый, однако обошлось без багов, зависаний и прочей ерунды. Интерфейс в меру отзывчивый для устройства данной категории. Ну а сейчас железное составляющее устройства. На борту Вифон М3 установлен 4-х ядерный процессор MTK6735, работающий на максимальной частоте равной 1 ГГц на ядро. За графику отвечает Mali 720, оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ. Кстати, первое на что я хочу обратить внимание, так это на тест Antutu, так как мне удалось установить только четвёртую версию, более поздние попросту не ставятся, не знаю с чем это связано, так как другой софт с маркета идёт без проблем. Так что тест этот демонстрируется исключительно ради детальных технических характеристик устройства, ну и разумеется лишний раз показать насколько смартфон удивительный. Что касается игровых возможностей, то тут к сожалению вынужден вас огорчить. Поиграть в современные игры удастся с трудом, разве что на минимальных настройках графики, так как на среднем максимальный картинка превращается в слайдшоу, хотя как на мой взгляд люди, которые приобретают подобные устройства, вряд ли берут их для игр. Субтитры сделал DimaTorzok Объём встроенного накопителя по заявлению производителя равен 16 гигабайтам, из которых пользователей доступно около 11, но как мы помним, в смартфоне предусмотрена поддержка карт памяти, так что сильно переживать не стоит. Ну а сейчас предлагаю ознакомиться с примерным качеством звучания нашего сегодняшнего героя. Звук по громкости средний, по качеству тоже ничего положительного или резко отрицательного сказать не могу, вполне сносное звучание. Для подобного устройства как в наушниках, так и с динамика громкоговорителя. Экран смартфона это HDPS матрица с диагональю в 5 дюймов и плотностью пикселя равной 294 ppi. В целом экран мне показался весьма сносным. Помним, что устройство бюджетное и некоторые грехи ему простить конечно же можно. Углы обзора у экрана хорошие, но не идеальные, только под экстремальными углами смотреть на дисплее некомфортно. Однако пользоваться смартфоном под такими углами вы будете уж точно не сильно часто. Минимальная яркость вполне комфортная для чтения ночью, а максимальная днём, правда скорее пасмурным днём, так как под прямыми лучами солнца работать с экраном уже не так комфортно. Но с этим сталкиваются сотни устройств в данном ценовом диапазоне, так что экранчик для бюджета на четвёрку может быть с плюсом. В смартфоне используется два модуля камер 3х13 мегапикселей и фронтальный на 5. Качество обоих вряд ли порадует товарищей фотолюбителей, однако для того, чтобы быстренько запечатлеть тот или иной момент они вполне сгодятся. Разумеется тестировал их в пасмурную погоду, так как при ярком дневном солнце большинство камер показывает отличные результаты. По интерфейсу приложения камеры ничего добавить не могу, он стандартный без каких-либо фирменных наработок. Ну а сейчас предлагаю знакомиться с примерами фото и видео файлов, сделанных при помощи Viphone M3. Тест записи видео камеры Viphone M3. Вот так, собственно говоря, записывает камера данного смартфона. У нас конец января и снова побежал снег. Ну а кроме этого больше, в принципе, ничего интересного не происходит. Давайте попробуем в макро, как справляется смартфончик с этой задачей. Кстати, как мне показалось, довольно плавный фокус идёт. Да, немножко медленный, но зато плавный. Ну и всё. По заявлению производителя, объём встроенной аккумуляторной батареи равен 4500 мАч. И батарейка это действительно то, что я могу отнести в копилочку плюсов нашего героя. Автономность у смартфона, если не рекордная, то хорошая это точно. При интенсивном использовании смартфона при любом раскладе хватает на весь световой день, даже с запасом. Однако, как ни крути, а если вы активный пользователь, использующий смартфон далеко не только для звонков, заряжать его придётся, скорее всего, каждую ночь, максимум через день. Итак, дорогие друзья, настало время подвести итоги. Вифон М3 это бюджетный, защищённый по стандарту IP68 смартфон с не самым скучным дизайном, хорошей сборкой, прекрасной автономностью и поддержкой наших 4G сетей. К минусам отнесу недостаточную производительность в ресурсоёмких приложениях, среднее по качеству фото и видеосъёмку. Покупать ли вифон М3 или же нет, решать в первую очередь вам. Все необходимые ссылки на магазин, где можно приобрести этот смартфон, я оставил в описании под видео. Ну и конечно же, если вы при этом захотите ещё и сэкономить, категорически рекомендую вам кэшбэк сервиса Letyshop, сам пользуюсь и вам советую. Ссылки на него есть также в описании под видео. На этом всё. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, а также оставить парочку комментариев и вопросов под видео. Постараюсь ответить всем. Ну и разумеется, не забываем перейти в нашу группу ВКонтакте, там я опубликовываю фотосессии устройства, которые приходят ко мне на тестирование, а также там проводят согласование за следующие интересные девайсы для обзора. Всем ещё раз огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. Пока-пока. Ну и разумеется, не забываем оставить своё личное мнение по поводу данного устройства в комментариях. С радостью с ним ознакомлюсь. Всё. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok